24 февраля 2019 года Вы никогда не задумывались, что можно вообще обходиться без пищи, без еды? Если не будет пищи у человека, если он перейдет в такое состояние, когда ему не нужна будет пища, то человек очистится, он буквально очистит себя от всего, от всего того ненужного шлаков и многих каких-то живых червячков, которые обитают в организме, и не будет жирных у нас людей, не будет пузатых, и все будут стройные как лани. А возможно мы будем жить тогда подольше, нежели живем сейчас и болеем, а тогда может быть и болеть-то не будем. Ведь есть такие праноеды, но речь идет в данном случае не о праноедении. Можно ли производить еду прямо из воздуха? Революционная идея финских ученых звучит настолько амбициозно, что больше похоже на вымысел писателя-фантаста или сказка про скатерть-самобранку. Однако с точки зрения науки ничего фантастического в этом предложении нет. Более того, соответствующие эксперименты уже проведены и завершились успешно. Образцы продовольствия получены, а в 2021 году даже запланировано строительство первого завода по производству воздушной еды. За амбициозным проектом стоят команды исследователей из ЛТУ университета Финляндии, бывшей, и созданы ими стартап Solar Foods. Однако ученые скромно отмечают, что придумали только технологию. Сама же идея родилась еще в 1960 году, на заре космической эры. Вы, если заметили, я во многих своих роликах, во многих, обращаюсь как раз к 60-м годам прошлого века, потому что 60-е годы были важной вехой на пути становления нашей цивилизации. И как раз тогда произошло расслоение. Одни пошли резко вверх, другие, те, что низы, они остались внизу. Им дали технологии, которые примитивные, а другие пошли наверх со своими технологиями. И мы их не знаем, живем разными мирами и разными жизнями. Советские и американские ученые думали, как обеспечить пропитанием людей, находящихся на орбите. Но я думаю, здесь речь идет не про орбиту, а про то, что надо избавляться от сельского хозяйства, от животноводства и сельского хозяйства. Это затраты большие, это оттягивание на себя рабочих рук. И зачем об этом думать, когда можно об этом не думать, а запустить какой-нибудь заводик, который будет полностью обеспечивать потребности в пище человека. Воздух, которым мы дышим, это смесь газов, преимущественно азота, кислорода и углекислого газа, а также растворенного в них водяного пара. Но ровно из этих же элементов, углерод, водород, кислород и азот, состоит и любой белок. Так что необходимое сырье для производства в воздухе есть. Задача фактически сводится к тому, чтобы правильно сгруппировать атомы. А все, что для этого нужно, это электричество, чтобы разбить молекулы воды на составные части и несколько бактерий, которые начинают размножаться, питаясь продуктами этой реакции. Этот процесс немного похож на выращивание дрожжей, объясняет один из авторов технологии профессор Юхапека Питканен. Только вместо сахара тут электричество и углекислые газы. При помощи электричества разбиваются молекулы водяного пара и образуются водороды, которые являются источником энергии для микроорганизмов. А СО2, источник углерода, из этих деталей бактерий производят белки, жиры, углеводы и даже витамины. Понятно, что стоимость такого производства зависит в первую очередь от цены на электроэнергию. Поэтому Чубайс у нас все больше и больше поднимает электроэнергию. Цену на электроэнергию это скоро будет доступно только очень богатым людям. А все остальные будут сидеть с лучиной, как это было во времена Ленина, когда он хотел электрифицировать всю страну и избавить страну от лучины. Но теперь мы пришли заново. Мы шли, шли, шли. Но знаете, это как вот ведьмины круги. Водят, водят, водят. И пришли мы заново в то же самое место, с которого мы и начали. И так понятно, что стоимость производства будет зависеть от цены на электроэнергию. Но я думаю, на мой взгляд, от той самой электроэнергии, которой сегодня распоряжается Чубайс, и нам ее навязывает, ведь человечество может пользоваться другой энергией, но нам навязывается только та примитивная, да потопная. Собственно говоря, она послепотопная, но она очень примитивная. Та электроэнергия, которой мы пользуемся, нам только ее дают другую, не разрешено. Есть и другая, она совершенно бесплатная. Однако же нужно, чтобы за нее люди платили. Поэтому в Финляндии, где собираются построить первый завод, электричество недорогое. А углекислый газ можно даже не брать из воздуха, где его не так много, а использовать отходы производства биотоплива. То есть газы от вашего мусора, это и будет ваше питание. А заодно попутно будут снижаться вредные выбросы. Они будут снижаться в атмосферу, вредные выбросы, но они будут входить в вас, те самые вредные выбросы. Но чем не проект? Вы знаете, просто шикарный такой проект. Знаете, человек будет потреблять то, что он и выделяет. Ну, наработал себе мусора кучу, и теперь съешь его обратно. Вот так нужно строить. Очень интересные ученые в своих изысканиях. Расчетная мощность завода 1 миллион тонн в год. Этого хватит, чтобы обеспечить белком примерно 5 миллионов человек. То есть почти все население страны. В будущем предложенная технология может помочь решить проблему голода в развивающихся странах. Видите, проблема голода, но в развивающихся странах. Где здесь логика? На наш взгляд, в сегодняшней, нет логики. А на взгляд в будущее, возможно, логика и есть. И они приводят в пример, что почти 800 миллионов человек в мире не доедают. Поскольку все это зависит от климата, типа почвы. Но здесь нам лапшу на уши будут вешать. От чего все это зависит? И они хотят, что добывать еду в любых условиях будет доступно. Вообще, конечно, это только речь о новом продукте питания, который нам будут пытаться навязать. Совершенно иной продукт. Чтобы я, вот как вам сказала, освободить все человечество от сельского хозяйства и от животноводства. Вообще не будет, магазинов не будет. Вы понимаете, это будет как в аптеке. Ты будешь приходить и брать свой порошок. Тот, который тебе хватит на месяц питания. Вкусно ли это будет? И по внешнему виду эта еда будет напоминать пшеничную муку, как говорят авторы. Я думаю, конечно, вкусно это не будет. Но у человека не будет выбора. Это тоже нужно понимать. Ученые мотивируют это тем, что это будет очень питательно. Несомненно. Они сделают что-то вроде бы питательное, которое из-за отходов человеческого биоматериала. Ну ладно. Конечно, это будут и белки, и углеводы, и все-все. Они туда все включат. В этот самый порошочек, в пилюльку, который вы будете принимать. Самое главное, это радует, что организм не будет получать много пищи, а, соответственно, они будут все худые люди нашего будущего. Знаете, вот как те самые серые человечки, которых нам рисуют. Вот они прилетели на летающие тарелки, вышли все, и вот они все худые, подтянутые, красивые. Ну, значит, и человечество будет в будущем такое же худое, подтянутое и красивое. Но остается еще один вопрос все-таки. А насколько это будет вкусно? По словам разработчиков, ответ на него не так важен, поскольку есть воздушную еду в сыром виде, никто и не предполагает. То есть это как? В сыром виде. А в каком? Ее что, готовить надо будет? Как они говорят, что это ингредиент, такой же, как мука, соевый протеин или белок, и молочные сыворотки. Ну, вот так это они объясняют. Он не предназначен для употребления в сыром виде. Из него можно и нужно делать готовые продукты. Хоть хлеб, хоть сосиски. Вот, видите, к чему мы подошли. Покупаешь порошочек, идешь и заказываешь себе, ставишь в какую-то машинку, вставляешь и пишешь сосиски. И тебе выдает он сосиски. Ставишь ты булку хлеба, и тебе выдает булку хлеба. Знаете, смешно, конечно, может быть, не стоит так уж совсем смешно и примитивно выталкивать в народ вот такую еду роботов. Может быть, просто действительно сделать пилюлик, порошок, таблеточки, все что угодно, и пусть народ себе ест одни таблетки. Ну, а куда денешься? Это будущее наше, к которому мы идем и идем. Мы уже просто ползем в это будущее, издыхая от голода и абсурдности наших правителей, которые и там наверху где-то правят. И что бы только не выдумывать, чтобы только человечество стало дурее и все дурее. А зачем человечеству быть умным? Ведь умными очень трудно и тяжело управлять. Если вы будете настолько умные, может быть, вы будете умнее своих управителей. Ведь сегодня вы смеетесь над Государственной Думой. Ведь сегодня вы уже позволили себе посмеяться над моим роликом. О том, как президент рассказывал про отключение интернета. Смешно, да, он стал говорить смешно. Вот такая у нас ситуация. Зачем же, чтобы вы были умнее своего президента или своих депутатов в Государственной Думе? Нельзя. Надо, чтобы вы были глупее. Поэтому, конечно, ученые будут делать все возможное, чтобы человечество не... Во-первых, не размножалось в большом количестве. А если размножалось, то, видите, детки пропадают. И потом их будут чипировать. И будут им вставлять импланты в голову для управления, конечно. Чтобы не было много умных людей. Они нужны-то люди просто как биороботы. Потому что те, кто наверху, они планируют быть вечно молодыми и вечно быть наверху. Ну, а отсюда и питание. У вас будет вот такое порошкообразное, дурацкое питание, глупое питание. Но оно будет. Хотя, может быть, оно и не такое глупое. Потому что, если просто уходить от питания... Да, переходить, скажем, на воды, на соки, на фрукты – это одно. Но когда переходим мы на какие-то порошки, из которых можно сделать сосиски... А зачем это вам надо? Скажите. Порошки, из которых сделать сосиски. Я согласна, что от мяса нужно полностью отказываться. Я мясо не ем. Поэтому я и вас призываю – не кушайте мясо. Это живые существа, которых убивают такие же люди, как вы. Поэтому не стоит кушать энергию страха, боли и канцерогена, который выделяется в кровь животного и в мышцы, которые вы потом едите. На самом деле, конечно, здесь вроде бы смысл и есть в этих самых порошках. Если бы только это не было направлено на порабощение человечества. В этом я не сомневаюсь, что будет именно так. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Помогайте каналу, помогайте, не проходите мимо. Я работаю для вас. Поэтому и хочу, чтобы вы помогали, как отдачу за мои труды.